всем привет дорогие друзья с вами снова римас мы продолжаем прохождение ром 2 total war за конфедерацию галлов что ж предыдущей серии нам удалось конечно же разбить врага и занять оборительную позицию то есть мы принципе нормально уже построились хорошо единственно нам осталось добить так ну да римлян мы наверное не пойдем римлян мы пока трогать не будем единственно давайте вот сделаем так охотника залога за головами отправим на юг сторону массилии чтобы они там укрепили свои позиции своих воинов севера я думаю и смысл уже пойти на актадур или же пойти в сторону севера против и дуи тем самым мы можем принципе отправить свой людской урок который тоже недавно захватил этот город а я не знаю даже против отрибатов может быть с ними сначала разобраться а потом после уже начинать делать какие-то набеги на другие фракции то есть с ними начинать военные действия скорее всего так чтобы не получилось так что у нас будет идти война на два фронта это очень плохо будет выглядит давайте посмотрим здесь в конфедерации германцев в принципе все хорошо а единственно что я их войска не замечаю никаких в стороне в висонтию они тут хорошо так укрепились сейдует седу и нам предстоит с ними тоже разобраться в будущем но после конечно же после того как мы разберемся с отрибатами что ж друзья здесь наш агент уже прибыл я ему сделал контрразведку вернее разведку для того чтобы он здесь уже чуть-чуть начал прокачиваться винеты так винеты используется небольшими так влияние по всему морскому побережью так как располагает самым большим числом кораблей из которых они ходят в а также превосходит остальных галлов прекрасно ну что ж это нас принципе и и не городе не грозит у нас у нас то со флотом проблема все но я думаю мы своими наземными войсками сможем это дело быстренько расшатать я вот думаю куда бы нам пойти какую сторону или же пока подождать пока наш наша армия вернее людской рок восстановить свои силы ребята говорили что римас у тебя очень много разных войск по всей карте ненужных которые просто потребляют твои ресурсы до частично я соглашусь этим единственно то есть я эти маленькие войска буду рассредотачивать пограничные поселки поселения да для того чтобы на тот случай если на нас кто-то сделать атаку скрытную как это обычно делает наш враг давайте вот это то есть атрибат и да для этого да возможно я сделаю так о смотрите как она у нас прям хорошо раскачала смотрите шансы причина множесть скрытых агентов шанс избежать воздействия 15 процентов что давайте мы сделаем наверно агент налет изнурение хитрость у всех отрядов так а здесь что у нас рвение нападение на патруль рвение манипуляция и убийство я думаю нам есть смысл наверное вот этот страж так как она непосредственно находится в армии этот перки будет более полезен чем другие да так поехали дальше так ну отребаты нам предлагать мирный договор у нас есть смотрите у них статус надежный у нас конечно же переменчивый да мы же разорвали свои договора со всеми фракциями которые там находятся что ж мы можем принципе пока принять этот договор а после уже сделать нападение так наш агент раскрыт и получаем ранга пошли на ранга пошли на так я так понимаю что этот агент тоже повысил свой ранг прекрасно делаем агент шанс критического успеха в любом действии плюс 15 процентов я думаю можно его принципе пока выдвинуть в эту сторону посмотреть что здесь о смотрите тут какая-то реликвия тоже да довольно очень красивая местность она мне нравится это как по каким-то легендам возможно это правильно то есть это было правда возможно нет но я слышал что это правда то есть я в одной книге я не помню как и называется читал когда чингисхан сидел у себя в покоях и мы принесли винограды он спросил что это за винограды откуда они такие мы ему сказали это и винограды с арабских стран под названием вот то есть в наше время это ирак вот здесь ну то есть называется вот где дамаск и ирак вот в той стороне он сказал далеко это от нас мог сказал сказали показали по карте он говорит ну понял все хорошо и после этого он напал на багдад ради этих виноград потому что эти винограды были с виноград был очень сильно сладкий и сочный вкусный другие ученые говорят что это всего лишь легенда придуманная кем-то тут уже не знаю но рассказ очень интересный так что ж наши воины севера давайте тогда их выдвинем в сторону актадура здесь в принципе пока все наши земли единственном не надо идти через лес потому что здесь такой густой лес очень опасно особенно когда наступает зима наши войска будет терять своих бойцов а вот тут вот есть грамотная дорога которого потихонечку можно пройтись на суду даже можно уже воспользоваться ускоренным маршем потому что сквозь этих гор мало кто надо приберется и заметить наше передвижение странно ну что ж я думаю пора сдавать ход но прежде давайте мы посмотрим все свои новости новая фракция думной данный агент раскрыт заключен союз иду и и синон и вот это вот конечно плохая новость потому что уже образовывается небольшой такой альянс и в скором будущем скорее всего мы с ними встретимся тут население как-то в напряге это очень плохо строительством пока я не буду заниматься единиц на этом построить чем экономическое заключен союз а заключен мир это с нами от ребата заключили мир так это не надо она осень прекрасно осень осень ну понятно это все не сезонные условия что ж дорогие мои зрители давайте сделаем следующее мы сейчас пока чуть-чуть подправить своих бойцов которые находятся на севере а именно руки людской рок а потом после уже начнем свое наступление атака ближнем бой всех отряд плюс 5 процент защита ближе мы вот это вот принципе муштра довольно очень хороший пирк для наших бойцов и нам наверное следует так а вот она чего-то ночью вот это вот я конечно забыл это думаю что у меня такие вот прям плохие деньги то падают а очень мало я вот думаю сделать на флот 2 или же так влияние общий порядок на минус 4 процента да то сладо здесь мы можем общий порядок то какие у нас в принципе здесь так немного их дохода земледелий плюс 5 процентов все периода плюс 2 пища плюс 2 ну давайте вот это вот мы создадим а этому перестроим на поле скажу почему лучше уж поле и здесь поле и там поле я не знаю возможно ли это или нет да это возможно это если мы просто в одном поселении они в одной провинции строим то там конечно же это делать невозможно сделать давайте сделаем идуйцам небольшую такую вот саботаж к сожалению но мне удается так прекрасно сановник поднимаем поднимаем так эдикт стимули торговли доход от всех рост это провинции прекрасно улучшаем своего агента что ж продолжаем вроде бы не мы ничего не забыли пока все идет хорошо хотя я думаю уже конфедерация германцев обратили свой взор на наши земли скором будущем возможно мы с ними столкнемся а что нет раскрыт так иду и уже чувствует смотрите они уже начинают что-то они прям очень сильно пассивно себя ведут скорее всего не знаю давайте еще раз поджог сделаем диверсия удалось прекрасно так мы им подожгли то это отлично это просто прекрасно что ж где наши войны севера а мы нарушили границы что же я надеюсь что идуйцы поймут и простят хотя если они нет они не успеют нам если они не очень прям сильно так разозлились на нас мы замечаем что актадур уже забрала рим это не из хорошо так наш агент тоже ему придется очень долго идти до этого места чтобы разведать эти земли так интересно очень интересно что ж друзья давайте здесь посмотрим что мы здесь можем еще построить атрибатов надо выносить и синонны тоже да так я так понимаю на севере у нас агент уже прибыл и может посмотреть что здесь здесь еще вражеской агент из давайте мы попытаемся манипулировать обычно возможность прекрасно просто отлично ну что ж очень очень высокая сложность договорить о себе там по умолчанию шанс намного уменьшается так здесь у нас что мы можем принципе укрепленные варварский город построить пищи минус 5 зато рост плюс 4 и доход от малых хозяйств плюс 500 и доход от всех источников плюс здесь процентов и при всем этим еще боевых двух отрядов при наборе плюс 2 процента давайте мы начнем строительство такая серия у нас небольшая дата получается пассивно мы явимся за тобой глухой ночью и не оставим живых никого ни единой души так мы видим войну так мы ведем я войну вернее ну что ж я уж только хотел заговорить о том что у нас серии довольно такая пассивная и тут нам объявляет войну большая ранга подождите что это наш тайн это раскрыт большая ранга большая рамка большая рамка так новоспособность избыток населения где же у нас избыток населения давайте посмотрим прекрасно в дивоне да мы можем построить принципе я думаю будут хорошие идеи если мы здесь сделаем рудник поле пища минус 3 доход давайте земледелие земледелие будем все строить везде земледелие отлично я надеюсь общественный порядок у нас не упадет при этом потому что плюс-минус 10 процентов минус 10 это довольно не из хорошо так ну что ж кто же нам объявил войну от ребаты нет подождите кто нам объявил вы начать не понял с кем мы воюем с думонами дум но на находится ооо довольно очень интересно ребятишка вы не хотите договора нападения нет не хотят что ж вполне возможно вскоре в будущем мы будем ожидать вторжение со стороны дум но он именно с севера ну раз уж такая пьянка давайте мы посмотрим что здесь у них находится ну в принципе стейки средненькие да так посмотрим у них принципе с пищей а у них пищи минус 4 я так понимаю на здесь мы сможем сделать диверсию так вот отлично диверсия удалась а сколько у нас у них уже пищи минус восемь минус восемь прекрасно я надеюсь что в следующем ходу они начнут голодать так что ж нам придется наверное скорее всего объявить войну от ребатом у нас здесь четыре отряда присягнувших четыре отряда копейщиков избранных и простых копейщиков два отряда очень много застрельщиков включая наших гальских охотников и конечно же мы можем начать уже нанимать кельтских воинов для полноты армии да так очень интересно очень интересно переключаемся на простой режим и давайте нападем из засады рим потому что не знаю куда направляется он походу направляется в сторону вену вены на ну что ж ребятишки сейчас мы вас шатнем прежде давайте посмотрим что здесь происходит так ну ставим тогда разведку так давайте еще посмотрим здесь пока все чисто все хорошо наш агент работает повысить навык и наших агентов заговорщик давай заговорщик культура насаждение 6 отлично так философ культурное насаждение манипуляции в убуждении гражданское хозяйство нового ставка плюс 5 процентов берем отлично что касаемо денег денег я вы сами знаете что и ой блин что тут все так модели как красиво облака все это дело так ладно не наши воины севера что-то прямо облака очень близко потерялась а я я потерял это место где потерялся что ж друзья поехали нападами засаде засады еще плюс ночная атака давайте понаблюдаем очень странно то что странно то что рим так очень сильно пассивно ведет хотя в на очень высокой сложности друзья мои это не должно быть потому что играя за рим у меня такого не бывает вы сами знаете там все так быстро все так резко и враг очень сильно реагирует на это штампует себя стеки опа так а где ремень а вот они ребятишки что ж баллисты мы принципе думаю нам не стоит их напрягать пусть они будут здесь здесь полно довольно хорошие такие риблине смачненькие вкусненькие сладенький вообще красота вообще красота ну что ж ребята готовы шатать трубы им где застрельщики конечно же конец у нас застрельщика врага это конечно же очень важно так конец под номером 3 пристегнувший чуть-чуть правее так как здесь конница есть у врага мы можем выставить своих копейщиков сюда то есть два отряда копейщиков здесь один отряд сюда копейщики у нас будет под номером 2 зажимаем control 2 и номеруем отряды для того чтобы было удобнее это все дело контролировать и конечно же наши пристегнувших ставим под номером 1 и ставим их автоматическая активация скиллов охота за головами и так далее так так давайте еще раз пройдемся номер один это у нас пристегнувший номер 2 это у нас конечно же копейщики 3 тяжелый конец так и наш генерал вертинга тирекс будет конечно здесь находиться и наблюдать за всеми этими делами так перехватим конницу о боже мой есть же не всех пристегнувших забрал а это был это есть большой большой файл это большой файл друзья мои все складывается в нашу пользу ну что же давайте понаблюдаем так хотя бы ладно окружаем врага окружаем врага так легонеры уже начинает бежать давайте перехватываем 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 ребятишек о да ну да я вот здесь конечно забыл про своих притягнувших разбиваем врага что ж друзья такая быстрая победа давайте своим застречкам приказом приказу прикажем чтобы они не стреляли ибо они могут попасть по своим и распределяем свою конницу по разным целям вертинга тирекса тоже сюда это дело быстро можно ускорить битва очень быстрая получилось давай 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 вертинга тирекс молодец смотрите у него сколько скиллов и ужас и устрашение и боевой клич и безумный натиск боже мой единственно единство племен сплотить ряды воодушевление готовность что она делает концентрация бонус против конницы о как как все это дело видите я не все аспекты к сожалению знаю то что мне надо выучить это все навыки располагать своего генерала в нужное направление и уже смотреть если там конница врага врубаем этот навык и о я не успел конечно сделать это и конечно же направляем этот навык на нужный отряд который тот собирается атаковать конницу и пользуется этим перком в правильном направлении а не то что у меня такое бывает так что ребята учтите этот момент я конечно же я понимаю то что я очень много пропускаю моментов а очень много совершаю ошибки во время давайте так отпустим римлян и тоже учтите тот момент что я просто записываю комментирую конечно же это все я знаю что есть люди которые умудряются это все дело успевайте комментировать и не нубить ну не моем случае у не бывает конечно небольшие пролеты что же продолжаем что у нас здесь еще остается то с принципе мы разобрались кстати это очень плохо то есть мы уже практически дошли до актадура но мы разобрались с римлянами и у нас сейчас какой осень то есть скоро будет зима зимой мы здесь будем терять своих бойцов с другой стороны если мы врубим ускоренный марш мы не сможем выйти из этого леса то есть зимой здесь мы потеряем бойцов версин гетерекс из просто замерзнет что ж друзья пусть будет так единственно нам придется все таки собрать свой флот начать строительство лодочная мастерская здесь у нас получится так позволяет на нем аж средний штурмовой налетчик кельтские воины и среднестрелковый налетчик кельтские воины интерес когда будет присягнувшие перестроить мы не можем ничего так а здесь что у нас порт лодочная мастерская на гавань лодочная мастерская 5 ходов 5 ходов не давайте мы уж тогда не будем там трогать рушить а просто построим лодочную мастерскую пока что нам нужно построить нормальный флот этим флотом же пойти на север к нашим новым врагам дум ноны что-то задержались я так понимаю они пытаются убить нашего агента которую который находится у их столицы я надеюсь на это что у них это не получится так не знаю получилось или нет наше тайное это раскрыт станет раскрыт так где тайное это раскрыт да они по то о смотрите они голодают да видите это же получилось так что ребятишки голодает потому что мы взорвали сожгли их поля усадьба давайте повторим попытку не весь провалилась что уж ладно на этом принципе думаю хватит ему пусть он там пока стоит ждет так ну давай тогда мы тебя агентика ставим пока делай пока разведку и второй агент уже почти дошел до трактатура так довольно очень интересно цезаря я пока не вижу ну что-то прям очень слабые ребятишки у нас так войны севера я так думаю что мы можем напасть из осады вот на этих ребятишек какая хорошая засада решительная победа добиваем отпускаем солдат так какая хорошая атака давайте пока продолжим осаду актадур мы уже принципе практически забрали но посмотрим что у нас здесь так ладно касательно строительства что я хотел построить то есть вот здесь вот в нарбо мартиусе ребята меня очень сильно просили в комментариях писали в контакты прислали мне почту шоу римас ты там забыл построить гавань или же рыбацкие хижины да ребята этого я наконец-то дошел я просто не знал где именно это можно забывал то есть про это ну что ж думаю вы меня простите и поймете так здесь у нас к сожалению с общественным порядком довольно очень трудная затруднительная ситуация вернее давайте построим ушла на лодочную мастерскую и возьмем свой флот я думаю нам следует еще один флот нанять деньги нам это позволяют так что-то ребятишка вы все с минусом стоимость здания авторитет штраф сопротивление давайте вот это возьмем старейшим поддержка 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 прыгаю на налоговая фракция стоимость строительства плюс 3 ну блин ну я не знаю я даже не знаю нанимать ли его и нет они давайте мы его сольем потом и игра вот довольно о смотрите пристегу тяжелые налетчики присыпавшие эти по ходу дела ребятишки очень серьезный так штурмовый налетчик крестьянного бранцы стрелковой налетчик кельтские пашники будет больше я не могу конечно же значит адекватно строительство что ж друзья давайте мы на этом наверно завершим эту серию я понимаю что как-то быстренько это серия проходит но у меня уже третий час ночи и мне пора спать я надеюсь вам понравилась данная серия здесь конечно мало получилось экшончика но все же следующей серии будет очень много крови всем удачи до скорых встреч